В июле мы еще за нескольких мероприятий вышли уже в цифре 200 тысяч человек в месяц. Цифры говорят сами за себя. В этом году парк Изумрудный стал центром притяжения барнаульцев. Целые семьи из отдаленных уголков города едут отдохнуть в зеленой зоне, которую с 2019 года начали активно возрождать. Появилась инфраструктура, освещение, начали проводить спортивные и культурные мероприятия. А теперь перешли к третьему этапу – восстановление визитной карточки пруда. Прямо сейчас идет расчистка котлована, которая стоит без воды почти пять лет. Зеркало пруда остается глубиной метр двадцать. Это глубина метр двадцать будет отметка воды? Да, отметка воды пруда. Главный вопрос горожан – будут ли содержать пруд в должном виде, к примеру, будут ли чистить водоем. Барнаульцев заверяют, что здесь предусмотрены очистные сооружения. Они будут работать пять дней в неделю, причем горожане получат не просто водоем, а полностью благоустроенный пруд. Благоустройство всего периметра, то есть это также мощение плиткой, элементы освещения. И что значительно будет отличаться от того, к чему мы привыкли, это то, что мы постараемся реализовать склоны уже отделенными, а не бетонными плитами, как это сейчас. То есть пруд будет выглядеть намного естественнее, намного живописнее. А еще деревянные набережные и специально оборудованный спуск к воде. Купание, конечно, запрещено, но отдых у воды возможен. 60 миллионов будет направлено на восстановление пруда. Это, к слову, 60% в целом от всего объема финансирования, который предусмотрен в этом году. И здесь сделан достаточно серьезный проект институтом, который непосредственно занимается гидрологией. Поэтому предусмотрены все необходимые этапы по демонтажу изношенных конструкций, восстановлению слоев изоляции и в том числе последующие очистки для того, чтобы пруд не зацветал. Срок восстановления до конца текущего года. За теплый период основные работы должны быть завершены. Для очень многих поколений барнаульцев, которые здесь проживают, пруд был знаковое место. Те, кто приходил в свое время в этот парк, вот даже сегодня мы смотрели фотографии, показывают люди, как они детьми сюда с родителями приходили, катались на катамаранах. Поэтому, конечно, восстановление пруда, оно с одной стороны будет иметь, ну, такую, скажем, некую память, а с другой стороны, это, конечно же, благоустройство парка, это создание новой зоны. Новая рекреационная зона, куда будут тянуться тысячи людей. К слову, искусственный водоем будет радовать горожан не только летом, но и зимой. Здесь планируют обустроить каток с теплой раздевалкой и вкусным чаем. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.